Добрый вечер всем. Насилие в питании. Для меня это очень страшное словосочетание. Это страшная тема. И я хочу, чтобы каждый из вас сегодня, прослушав этот вебинар и уйдя с этого вебинара, навсегда сохранил в своей голове отпечаток того, что это действительно страшно. Насилие в питании. Само слово «насилие» – это страшное слово. И когда мы ставим рядом эти две вещи – насилие и питание, такое страшное слово, как насилие, такое прекрасное и жизненное слово, как питание, то происходит что-то непонятное. Как это вообще может увязываться друг с другом? Как это вообще может стоять рядом? Однако жизнь показывает, что может. И происходит это сплошь и рядом. И раньше я никогда не задумывалась об этом чудовищном явлении. А задумываться я стала только тогда, когда стала консультирующим специалистом в области питания. Сначала как нутрициолог, потом как доктор натуропатии. Я постоянно сталкивалась и продолжаю сталкиваться с этими ситуациями насилия в питании. И я хочу вам об этом сегодня рассказать, насколько это страшно, насколько это чудовищно. Насилие в питании начинается, не побоюсь этого утверждения, просто вот прямо в утробе матери. Когда мать носит ребёнка, уже на этом этапе происходит навязывание ей неких идей о здоровом питании, которое якобы будет полезно для ребёнка. Я даже помню это на своём примере, когда я была первый раз беременна. Естественно, когда мы впервые беременны, мы не очень понимаем, если мы молоды, мы не очень понимаем, как правильно себя вести, как правильно питаться, чтобы не навредить ребёнку, чтобы было больше пользы. И начинается навязывание со стороны старшего поколения, возможно, более мудрых, так сказать, товарищей. И такое навязывание было и я испытывала в отношении себя. А ты кушай сало, а ты вот давай с хлебом, а ты давай возьми вторую порцию, ты же не за себя кушаешь сейчас, ты же за двоих кушаешь, ты же носишь в себе. Так давай, питай. А у меня с детства был синдром послушного ребёнка. Вот я была очень послушная девочка, и я помню в детстве, ну, как всегда, в детстве нас взрослые заставляют кушать всё до чистой тарелки, да. Я росла в 60-е годы, потом в 70-е. Это такое время было не очень сытое. Кроме такого очень узкого, маленького, короткого списка продуктов, самых простых, никаких разносолов не было особенных. Поэтому прорезиковалось кушать с хлебом, кушать до конца, кушать всю тарелку, чтобы тарелка была чистая. Но, как все дети, я не всегда и не всё любила кушать, и часто я хотела оставить содержимое на тарелке. И если я всё-таки доедала под нажимом бабушки, обычно это было, после этого бабушка мне говорила, вот ты молодец, вот ты умничка, вот ты какая хорошая девочка, вот типа пойди возьми с полки пирожок. Ну, примерно вот в этом духе. И у меня сложился такой синдром, что если я доела до конца тарелку, даже если я не хотела есть, в меня не лезло, но если я доела, меня похвалили. И в этом случае я хорошая девочка. А если я не доела тарелку, я плохая девочка. А кто хочет быть плохой девочкой? Да никто не хочет. Скорее всего, все хотят быть хорошими. И вот этот синдром, видимо, у меня был со мною всю жизнь. Я говорю был, потому что мне кажется, что сейчас у меня его уже нет. Потому что за последние, за крайние 7 лет я так проработала себя, прокачала, как говорят, в теме питания, что, по-моему, у меня не осталось вообще никаких комплексов, синдромов или страхов в отношении питания. Мне все предельно понятно. Все очень ясно, прозрачно и гармонично. Питание гармонично вписывается в мою жизнь. Но вот тогда не было. В итоге я родила ребенка весом 4 килограмма 700 грамм, ростом 58 сантиметров. То есть, представьте себе, вот это был такой огромный человек. Родила я его с большим трудом и с большими печальными последствиями. Но, слава богу, восстановилась потом. Но это было что-то. Вот, раскормила. Как потом мне сказали, «Раскормила». Сало, борща побольше, несмотря на мое сопротивление. Ну, если каждый из вас окунется в свою детскую, ну, или там, какую-нибудь юношескую, не знаю, историю, взаимоотношения с питанием, то мы очень часто можем наблюдать и у себя такие картины, что нам навязывают какую-то модель, что и как мы должны есть. И мы, обладая синдромом вот этого послушного мальчика или девочки, мы подчиняемся и мы перенимаем на себя эту модель и начинаем питаться не так, как нам хотелось бы или как подсказывает какая-то интуиция или просто желание есть, да, вот питаться именно таким образом. А мы начинаем питаться так, как нам навязывают, так, как нас учат, как нам объясняют. И мы это воспринимаем, ну, как аксиому. Дальше вспоминаем детский сад. Я очень хорошо помню свою, по-моему, старшую группу. Вот это, я думаю, что многие помнят запах пережаренного лука с морковкой в супе и лук, который плавал просто кусками вот такими огромными. Это было страшно, невкусно и просто выворачивало наизнанку, но это заставляли есть. Это нянька ходила с тряпкой. Дети сидели, давились этим луком с морковкой пережаренными. Нянька ходила вдоль рядов наших, вдоль столов, где сидели детки. И если кто-то не ел, оставлял тарелки, она прям вот тряпкой шлепала. Еще я помню, что было очень какое-то невкусное мясо, какие-то грубые жилистые куски. Его совершенно не хотелось есть. Я просто брала, и не только я, там другие детки тоже. Мы прятали мясо под тарелку. Но если нянька это замечала, нам опять доставалось. Что это? Это насилие в питании. Это самое настоящее насилие. Вот я глубоко убеждена, что дети – это самые, как говорят, устами ребенка глаголит истина. Это самые яркие представители естественных желаний человека. Дети, когда они еще не испорчены извращенным питанием, сладостями, когда они еще чистые, как белый лист, они очень четко выражают свои естественные позиции в питании. Чего они хотят, чего они не хотят. Но мы, взрослые, очень быстро портим этот белый чистый лист, и мы начинаем навязывать, опять же, ту пищевую модель, которую нам навязали когда-то, мы начинаем навязывать это детям. И они повторяют нашу судьбу. Они тоже испытывают насилие в питании, как когда-то испытывали и мы. Когда я начала консультировать людей, я разработала анкету. Большая анкета из 45 вопросов. И когда люди получают мою анкету перед тем, как прийти ко мне на консультацию, очень многие говорят, о, да мне потребуется тут несколько дней, тут такой допрос с пристрастием, нужно всю свою жизнь переворошить. Да. Когда человек приходит ко мне на консультацию с какой-то проблемой, а как правило, это проблема лишнего веса, и вытекающие из него последствия какие-то хронические заболевания, отсутствие энергии. Это вот три основные проблемы. Когда человек имеет такие проблемы, мне, естественно, нужно разобраться в его истории, его анамнез, так сказать, да, как говорят врачи. С чего все начиналось. И у меня в анкете есть несколько интересных вопросов. Вот один из вопросов звучит так. Есть ли у вас какая-то история из детства, приятная или неприятная, связанная с питанием? И очень печальный факт. Из приятных обычно люди вспоминают бабушкины пирожки с малиной, мороженое, ну, что-то в этом роде. Но это стандартно. Это обычно у всех, оно примерно вот такое приятное. Но из неприятных впечатлений и воспоминаний из детства, связанных с едой, к сожалению, нередко бывают такие ситуации, когда ребенка заставляли доедать все из тарелки под ремнем. Вот просто папа стоял с ремнем, и если ребенок не ел, он получал ремня. Кого-то запирали в чулане, кого-то ставили в угол, кого-то лишали прогулки или мультиков, или еще чего-то. Но что это? Это насилие. Это насилие над ребенком, и оно опять связано с питанием. Еще у меня есть вот такой вопрос в анкете. Какие продукты вы любите, но ограничиваете себя в них? Очень часто в эту категорию продуктов, которые человек любит, но ограничивает, попадают незаслуженно обиженные продукты. Обиженные в смысле на них обиделись, потому что они якобы приносят вред. И вот очень часто в эту категорию попадают жиры, хорошие жиры, такие как сливочное масло и сало. Вот это прям очень часто. Начинаешь разговаривать с таким человеком, и вот он говорит, вот я убрал сало, я не ем, мне нельзя жирное. Я его спрашиваю. Да, я пытаюсь понять, а что же он ест, и получается, что отсутствие нехватки жиров, хороших жиров, полезных жиров, сало это хороший жир, он заменяет большим количеством крахмала. То есть он ест какую-нибудь кашу без масла, какой-нибудь постный хлеб, ну что-то в этом роде. То есть получается, что он не заменяет масло каким-то более полезным продуктом, он делает наоборот, он заменяет масло вредным, более вредным продуктом, не более вредным, а просто вредным. И он получает печальные последствия. И я его спрашиваю, ну а ты вообще любишь масло? Или там любишь сало? Он говорит, да, я его очень люблю. Я говорю, а сколько времени ты себя уже ограничиваешь? Уже целый год. Что это? Это опять насилие в питании. Понимаете, у человека уже целый год организм требует жиров, чтобы нормально у него и кишечник функционировал, и дыхательная система функционировала, и гормональная, и мозг у него работал, и кожные покровы у него были хорошие. И всего этого организма настоятельно требует, прося масло и сало, а человек сознательно целый год лишает себя этих продуктов, просто вот себя вот душит, да, не жимает на горло. Что он делает? Он насилует себя, он просто применяет акт насилия, потому что у него нет четких знаний в голове, что это полезный продукт. И есть у меня еще другой вопрос, и он звучит так. Какие есть продукты, которые вы не любите, но вы заставляете себя их есть? Вот удивительно, но на этот вопрос тоже все всегда отвечают. То есть редко кто отвечает, что нет, я себя не заставляю ничего есть. Наоборот, почти все указывают какой-либо продукт, который они заставляют себя есть, потому что это якобы полезно. Вот приведу пример. Одна женщина три года подряд пила по утрам сок сельдерея. Ну, сразу скажу, что сельдерей продукт весьма специфический, такой вкус у него не совсем, не всем он может нравиться. Так вот, стакан сопа сельдерея, это очень большая порция, тогда можно сказать, или доза вообще сельдерейного состава на одного человека. И человек это пил каждое утро в течение трех лет. Я спрашиваю, для какой цели, то есть с какой целью вы это делали? Ну, как же, это же детокс, это же ощелачивание организма, это же очень полезно, об этом же везде пишут, что это же продлевает жизнь, это клеточная молодость, это вообще супер, сок сельдерея по утрам, это супер. Хорошо, говорю я, это супер. А вам это нравится? Вы кайфуете от сока сельдерея по утрам? И в этот момент лицо человека изменяется. Вот примерно вот так. Ну, знаете, как вам сказать? Ну, ничего, сначала было не очень, потом я как-то вроде привык, а сейчас пью по привычке, потому что надо. Ну, в общем, я уже смирился. Опять, что это? Это опять насилие в питании. Но что оставалось сделать бедному организму? Ему оставалось смириться. То есть первое время он сопротивлялся, потому что, видимо, не требовалось ему этот продукт. Организм сопротивлялся, но человек упорно на него это впихивал и продолжал впихивать в течение трех лет, пока я не сказала ему, что нельзя кушать то, что вам не нравится. Надо было видеть радостное лицо этого человека, который сказал, что я теперь могу не пить сок сельдерей по утрам. Я говорю, нет, вам не надо пить сок сельдерей по утрам, мы найдем другую, более достойную альтернативу, которая будет вам нравиться. А вам нравится пить водичку с лимоном и медом? Да, вот это я люблю. Хорошо, говорю, будем пить водичку с лимоном и медом и добавим туда еще эфирное масло грейпфрута. Вы любите грейпфрут? Да, мне очень нравится. Вот, добавим капельку эфирного масла грейпфрута и это будет замечательный детокс, это будет прекрасно вас оздоравливать, это будет вообще супер, это ощелачивающий напиток. Человек обрадовался и стал с удовольствием пить свой утренний напиток с огромным удовольствием, и у него сразу улучшилось настроение и пошли позитивные эмоции, позитивные отчеты и конечно пошли позитивные результаты. Надо думать, что если человек давился по утрам три года подряд соком сельдерея, то несмотря на этот супер полезный продукт, вес у него рос и никакой детокс ему не помогал, вес у него рос, почему он и пришел ко мне, как же так, пью сельдерей, не делаю детокс, а вес растет, а вот потому, что насилие, когда человек насилует себя с точки зрения питания, то хороших результатов ждать не приходится. Еще я недавно видела, слежу за одним блогером, но это женщина, молодая женщина, она веган, она воспитывает детей в веганстве, и она показывает, как она тоже делает такие курсы детокса с соком сельдерея, и как у нее ребенок пьет сок сельдерея. Но я увидела эту гримасу ребенка, который очень послушно в себя впихивал этот стакан, и мама, она прям так и говорит, что дети поначалу сопротивлялись, но потом они привыкли, и теперь они пьют сок сельдерея по утрам очень послушно. Но я видела, как ребенок пьет сельдерея, я не увидела там ни одной радостной эмоции на этом лице, ни одной нотки удовольствия, а это ребенок. И это опять насилие в отношении ребенка, хотя под этим насилием скрывается очень благородная цель, делать ребенка здоровым, делать ему детокс. Когда мы взрослеем, мы начинаем читать, мы начинаем где-то какими-то периодами увлекаться здоровым образом жизни иногда, здоровым образом питания, и мы начинаем читать разную литературу, и мы неминуемо сталкиваемся с тем, что разные авторы пишут о разных течениях питания, о разных продуктах, и каждый по-разному высказывает свое отношение к употреблению тех или иных продуктов. Неудивительно, что мозг у человека встает в расскоряющем положении, и очень многие запутываются. И когда начитавшись вот таких разных теорий, взглядов, человек приходит ко мне, допустим, на консультацию и признается, говорит, ба, я все, немного больше запутался, просто вот, я вообще уже не понимаю, что полезно, что не полезно. Мы всегда начинаем с того, что определяем, что вам нравится, вот так, по-хорошему, да, что вам нравится, что вы любите, от чего вы кайфуете в питании, а что вы терпеть ненавидите. И вот таким образом мы сразу определяем список тех продуктов, которые мы просто уберем. Даже, пусть там про них что угодно говорят, вот та же каша, да, пошла, давно уже идет такая тенденция, что очень полезно есть кашу по утрам. И человек, который ел раньше бутерброды по утрам, скажем, хлеб с маслом и сыром, теперь ест кашу, ну, возможно, с кусочком сыра и с кусочком масла и считает, что это намного полезнее. Ну, потому что так пишут, что каша минералы и прочее, и вот он ест кашу, при этом ему не нравится есть кашу, но он ее ест, потому что так надо. Когда ему объясняешь, что он поменял шил на мыло, что съесть кусок хлеба с маслом и сыром, это все равно, что съесть тарелку каши с кусочком сыра и с маслом, человек сначала удивляется, но когда ему объясняют, что и то, и то, это крахмалы, что в результате они превращаются в ЖКТ в одно и то же, и результат один и тот же, но в первом случае это была привычная еда, которая не вызывала сопротивление, а во втором случае это еда, которая вызывает сопротивление, то, возможно, в первом случае у человека вес стоял, пусть даже не снижался, а вот на кашу он может расти, а человек опять удивляется, как же так, я ем полезную кашу утром, а почему-то у меня вес растет, вот такие парадоксальные истории случаются, а это опять насилие в питании. Когда мы говорим про полезность каких-либо продуктов, я хочу, чтобы вы приняли вот этот факт, что полезность продукта, она всегда индивидуальна, что одному хорошо, то другому плохо, или даже смерть. Каждый человек это совершенно уникальная история, мы все очень разные, и если кому-то полезно пить сок сельдерея по утрам, и ему нравится это, и прям на ура залетает, то кому-то, тому, кто давится этим соком, это будет совершенно не полезно. Дело в том, что в погоне за полезностью и за какими-то научными подкладками под питание, люди совершенно забыли, что они являются частью природы, что питание должно быть максимально приближенным к естественному, к природному, и только этим нужно руководствоваться, чтобы это было очень естественно, и то, что с удовольствием входит в ваше тело. Вот смотрите, тело, это такое вообще божественное создание, вообще человек это божественное создание, и у человека очень совершенное тело. Вы изучаете свое тело через анатомию и физиологию, через энциклопедию, атлас, или какие-нибудь просто в интернете там сайты, описания, как функционирует тело человека, вообще, как у него все устроено. Вы просто офигеете от того, что это совершенная система, это божественная система, это невообразимый разум, который создал все это. настолько слаженно все работает. Вы живете, но вы не задумываетесь о том, что происходит у вас внутри. Вы, предположим, просто кладете в рот кусок хлеба, и в этот момент, когда вы положили кусок хлеба в рот, внутри вас запускается целый пищеварительный завод, но вы даже не осознаете, вы даже не чувствуете ничего, что при этом происходит. Как начинают работать слюнные железы, начинает выделяться желудочный сок, заработала поджелудочная железа, вырабатывая ферменты для расщепления этого куска, как началось движение желчи, и открылся сфинктер одзи и выпустил порцию желчи на этот кусок пищи, чтобы еще более его обработать. Как открылся сфинктер дальше и пища проникла в тонкий кишечник, как заработала моторика тонкого кишечника, как начали выделяться соки в тонком кишечнике, чтобы еще больше расщепить, превратить в жидкое состояние эту пищу, превратить ее в мельчайшие атомы и выпустить через ворсиночки тонкого кишечника в кровь в виде питательных веществ, чтобы вас напитать. Вы это осознаете? Нет. Вы просто продолжаете жевать и жить. Жевать и жить. И делать свои обычные жизненные дела. Но там внутри происходит что-то помимо вас. И вот это, то, что происходит помимо вас, то, что создано не вами, а тем, кто сильно мудрее, умнее и разумнее нас. Вот к этому всему нужно относиться с очень большим уважением и с трепетом. Потому что это одно, единственное на всю жизнь у вас, на всю вашу эту земную жизнь. Вот это то, что внутри, вот это совершенство, это совершенство, оно одно. если вы изуродуете какую-то часть этого совершенства, желчный пузырь или поджелудочную железу, или стенки желудка, или еще что-то, да, изуродуете заболеваниями, то у вас начинаются проблемы. И эти проблемы есть не что иное, как месть вашего тела. Тело умеет мстить. Как бы не печально это прозвучало, тело умеет мстить. Если вы применяете насилие в питании, к чему это ведет? Что происходит? Во-первых, вы перегружаете свою пищеварительную систему. Пищеварительная система состоит из органов, которые я уже назвала. И если вы заставляете себя питаться тем, что ваш организм отторгает, то есть вы не признаете его право его голоса, вы насилуетесь себя, то ваш организм отвечает тем же. Он не дает вам в достаточной мере нужного количества соков, желчи, ферментов для расщепления этого куска пищи. И она не расщепится со стопроцентной вероятностью. И если это будет нерасщепленная пища или недорасщепленная или плохо расщепленная, то вы не получите или недополучите очень большую часть питательных веществ, в которой нуждается ваш организм. Кроме того, у вас в кишечнике начнутся процессы гниения и брожения, это то, о чем мы вчера и позавчера говорили, вы получите загрязнение кишечника, а отсюда воспалительные процессы и ваши так называемые хронические заболевания, которые вы усиленно лечите таблетками, хотя на самом деле все начиналось с насилия в питании. И разбираться нужно прежде всего с питанием, потому что это база. Вот как загнали себя в тупик с помощью питания, так и выводить себя из тупика нужно тоже с помощью питания. Несмотря на то, что наша система совершенна, не только пищеварительная, а вообще вся система человеческого организма, все системы, при усиленной и неоправданной нагрузке, будем говорить про пищеварительную систему, ваши органы и ваши ресурсы изнашиваются гораздо быстрее, чем это отведено вам свыше, будем так говорить. То есть вы изнашиваете свою систему, это приводит к тому, что вы разваливаетесь, вы начинаете страдать, и качество и количество в вашей жизни оставляет желать лучшего, а все начиналось с насилия в питании. Кроме того, что это просто плохое расщепление пищи и загрязнение кишечника, и кроме того, что это изнашивание пищеварительной системы, это еще бывает и расстройство пищевого поведения. вплоть до того, что человек теряет контроль над чувством голода. Он не понимает, когда он в голоде, он не понимает, когда он сыт, у него потеряно чувство восприятия пищи как адекватное. То есть он берет в рот какую-то еду, но он не очень понимает, а вкусно ли ему это. Многие люди жалуются на это. Он не понимает вкуса, он не понимает, хочет ли он эту еду. Он ест эту еду, несмотря на то, что голода нет. Он ест эту еду, несмотря на то, что он вроде бы как уже наполнен желудок, но он не ощущает сытости. Это называется расстройство пищевого поведения. И все это тоже может происходить на фоне раннего насилия питания и не только раннего, но и продолжающегося всю свою сознательную жизнь. Я уже не говорю о том, что такая большая проблема, как лишний вес, это конечно тоже последствия насилия в питании. вообще когда спрашиваешь людей, что им приносит радость и удовольствие, к сожалению, очень многие говорят, что это именно еда. Мне это очень грустно слышать. Для меня, например, я не считаю себя каким-то уникальным человеком, каким-то супер человеком, но для меня, например, еда не является источником удовольствия. Я отношусь к ней как к инструменту для выживания, как к способу поддержания жизни в этом теле. Но я не ставлю ее в культ. Для меня удовольствие это заниматься каким-то интересным делом, создавать что-то красивое, какой-то творческий процесс, ухаживать за собой, одевать какую-то красивую одежду, отношения с людьми, приятные разговоры с моими близкими, любовь, музыка, вот это природа, вот это доставляет удовольствие. Но когда человек говорит, что кроме еды у него нет никакой радости в жизни, то это уже в какой-то степени расстройство пищевого поведения, и это уже ненормальные отношения с едой, которые, видимо, сложились в результате опять же насильственных действий в питании уже начиная с детства, к сожалению. И депрессии. Депрессия это тоже очень часто встречающее состояние, и я тоже не исключаю того, что одна из причин это вот такие ненормальные отношения с едой. Когда человек изучает что-то, какое-то здоровое питание, применяет какие-то принципы здорового, ну как ему кажется, здорового питания, а не видит результатов, у него развивается чувство неполноценности, комплекс неполноценности. К сожалению, опять же, к моему сожалению, мне очень жалко людей, потому что я сталкиваюсь именно с такими людьми. Но вот у меня такая работа, что мне приходится иметь дело именно с такими несчастными людьми, которые испытывают расстройство пищевого поведения, которые не могут решить свои проблемы. Я бы, может быть, была бы и рада больше общаться с людьми, у которых все хорошо с питанием. Но вот такая работа у меня, что приходится общаться с другими людьми. И как правило, человек не получает результатов от своих действий, приходит с большим чувством закомплексованности, неполноценности. И самый частый вопрос, который они задают, что со мной не так? Доктор, что со мной не так? Но правда, человек понимает, что с ним что-то не так, а не может понять, что именно. И вот мы распутываем эти все цепочки, что с ним не так. Но слава Богу, мне теперь уже понятно, как это распутывать, в каком алгоритме, с чего начинать, чем продолжать, чем заканчивать. И если у человека есть взаимное стремление, так же, как и у меня, есть стремление сделать его здоровым, если у человека есть взаимное стремление, тоже такое же, то результаты приходят. есть такой, вернее, не есть, а был, к сожалению, он умер, доктор Заболотный, я очень его любила, любила слушать его лекции в интернете, они были раньше в свободном доступе, ну и сейчас тоже, по-моему, можно найти очень интересный доктор, доктор, самый обычный доктор классической медицины, но мне очень нравится его фраза, которую он однажды сказал, никто не знает, кроме вас самого, что вам полезно, и вот это, на самом деле, это и есть истина, вот только вы, вот вы, конкретно вы, да, лично вы, как человек и как хозяин собственного тела, только вы, на самом деле, знаете, что для вас хорошо, что для вас полезно, и что вам нужно в данный момент, и когда меня спрашивают, а можно мне вот это, а можно мне вот это, мне немножко наивно слышат такие вопросы от взрослых людей, мне, например, никогда такое в голову не приходило, и не придет у кого-то спрашивать, что мне можно, но я с пониманием отношусь к таким вопросам, потому что, правда, люди, когда запутываются, им, правда, хочется спросить, они, может быть, даже догадываются, что им это можно, или что им это нельзя, но для подстраховки они решают все-таки спросить, лишний раз спросить у меня, можно ли им это, и когда им объясняешь, что им это можно, и объясняешь, почему им это можно, и почему можно не задавать этот вопрос, у них как будто прям вот так падает камень с души, вот как прям камень с плеч, да, они такие, ой, ну, слава Богу, ну, я, в принципе, так и думал, но я решил подстраховаться, вот, что, чего людям не хватает, свободы, мысли, доверия к себе, вот как хозяину своему телу, как хозяину своего организма, доверить себе, себе, уважать себя, свои запросы, любить себя, холить, лелеять, нежить, в хорошем смысле, и вот сейчас мне хочется прям плавно перейти к теме естественного питания, потому что, когда начинаешь говорить человеку, что ты должен себя любить, уважать, в каком-то смысле даже потакать себе, сразу возникает каверсный вопрос, а что, если я, мой организм будет просить тортиков, пирожных, вот, мне что, потакать ему, ну, конечно, это, это смешно, это по-детски, потому что, прежде чем разрешить себе есть то, что ты хочешь, мы должны определиться со списком продуктов, которые, в принципе, входят в список нормальных продуктов, да, действительно полезных, полезных и естественных. Мне очень нравится вот это слово сочетание, естественное питание, потому что оно как нельзя лучше отражает природу, природу человека. Поскольку человек это часть природы, это создание, да, природы, то, само собой, и питание, оно тоже должно быть сродни природному. И вот теперь подбираемся к главному. что считается естественным питанием. Я утверждаю обеими руками и обеими ногами, я утверждаю, что несмотря там на противников и как это называется, ну, те, кто забыл это слово, как называется, в общем, те, кто не согласен, да, вот как-то так, я утверждаю, что естественное питание для человека это все, что растет в природе и все, что живет в природе, то, что не может человека отравить. То есть те растения, которые не могут отравить человека и те животные, рыбы и птицы и их производные, которые тоже не могут отравить человека. Вот это является естественным питанием человека, которое уготовано ему просто по его происхождению. Существует много течений в питании. Вы знаете, что это традиционное питание, это вегетарианство, это веганство, сыроедение, фруктоведение, еще какое-нибудь едение, палео, кето, средиземноморское и так далее. Всякие всевозможные диеты. В общем, много разных направлений течений. И есть немало людей, которые просто до хрипоты в горле и до чего готовы отстаивать до невозможности и свою точку зрения, что только именно вот это, только вот это питание является истинным дарующим здоровье и долгую жизнь. И только вот так нужно питаться. Я не отношусь к таким людям, я не не ахаиваю никакой тип и вид питания, сейчас объясню почему, и не являюсь приверженцем, полным адептом какого-то одного вида питания. Я считаю, что понятие естественное питание это то питание, которое взяло из каждого вида все самое хорошее, объединило в себе и дает человеку возможность быть здоровым и счастливым на этом питании. Но я, например, чувствую себя абсолютно здоровой и счастливой именно на том питании, на котором я сейчас стою, которое я называю естественным. Я немножко пробегусь по этим течениям и скажу, почему я считаю, что нельзя быть на 100% адептом чего-то одного. Давайте начнем с такого популярного течения, как сыроедение. Я очень часто встречаю ошибочное мнение людей, которые думают, что если они начали очищаться там по огоням, очищать свой организм и переходить на сыроедение, они считают, что это нужно делать навсегда, на всю жизнь. То есть вот остаться сыроедом, это значит быть полностью на бесслизистом питании, это значит быть идеально чистым, ничем не болеть. И вот оно, это золотая мечта. На самом деле я убедилась, что нет, это не работает. Есть очень маленький, крайне маленький процент людей, которые действительно могут выжить и полноценно жить на сырой растительной пище. Их очень мало. И говорить о том, что это приемлемо вообще для всех жителей планеты, это не представляется возможным. Почему? Потому что потому что сырая растительная пища, это возможно, это было когда-то, давным-давно, это была, может быть, естественная еда для тех людей, которые жили в те времена, когда это было нормально питаться срой растительной пищей. Но те времена давно прошли, и сейчас человек живет, пребывает вообще в другом состоянии, в другом мире с точки зрения питания и в другом состоянии кишечника, кишечной микрофлоры. И добывать все питательные вещества только из сырой растительной пищи, к сожалению, как я уже сказала, умеют единицы, буквально там какие-то ничтожные проценты. Если организм, желудочно-кишечный тракт не умеет справляться с сырой растительной пищей в плане добывания питательных веществ, вы рано или поздно получите дефициты по разным питательным веществам. Это может быть через год, через два, через три, через пять, через семь, через 15 лет, но это может наступить у всех по-разному. Но эти дефициты настолько страшные, и они приносят такие сильные изменения в общем и целом функционирования всех систем человека, вплоть до нервной системы, что вернуться обратно иногда бывает невозможно, то есть в нормальном, здоровом состоянии. Человек разваливается просто, и вплоть до психических отклонений недалеко, не всегда можно вернуться обратно. к сожалению, я что-то очень часто произношу слово к сожалению сегодня, но не знаю, что-то у меня какая-то жалость нашла. Я просто знаю примеры таких людей, но слава Богу их мало на моей практике. Но это было, их очень жалко. Поэтому считаю, что сыроедение это этап, который может существовать в жизни человека ограниченное количество времени. Ну скажем, в пределах одного месяца, может быть двух месяцев, когда лето, когда много сыро-растительной пищи, но при этом у человека обязательно должно быть питание достаточное количество хороших жиров, животных и немного растительных. Тогда это будет хорошо. Что организм получает на таком этапе сыроедения? Прежде всего очень мощное очищение. Очень мощное очищение кишечника и конечно это хорошие результаты. Но на этом можно остановиться и дальше можно возвращаться к естественному питанию с животной пищей, с небольшим количеством вареной еды. И на этом тоже можно себя прекрасно чувствовать, если соблюдать необходимый баланс. веганство вегетарианство это не сыроедение, это просто отсутствие животной пищи, но тут есть и термически приготовленная еда. И я тоже на своей практике встречала и встречаю немало примеров людей, которые в погоне за здоровьем переходили на веганство или вегетарианство, то есть отказывались от животной пищи сознательно и долгое время обходились, находились без нее и тоже это приводило к очень печальным последствиям. И когда я общалась с такими людьми и спрашивала их, ну а как, как вот вы год, два, три, без мяса, без рыбы, без яиц, как вам было? Ну тяжело, тяжело, честно скажу, тяжело. Да, вот понимаете, человек опять проявлял насилие в отношении себя с точки зрения и питания и налегал на плюшки, ватрушки, то есть какие-то там хлебоболочные, макароны, каши в большом количестве, бобовые и воспалительные процессы в кишечнике настолько сильно развивались вплоть до синдрома нырявого кишечника, что у человека просто развивалось аутоиммунное заболевание. Это страшно, а все потому, что просто пришла такая идея, что откажусь от мяса, потому что мясо это животные продукты, это гниение, это вообще поедать чужую плоть, это грех. А у меня есть своя точка зрения на поедание животной плоти. И она такая очень трезвая. я считаю, я считаю, что она логичная и разумная. Вот если вы вокруг себя посмотрите на живой мир, который вас окружает, то вы поймете, что на самом деле в этом мире все друг друга едят в самом прямом смысле. сильнейшие поедают слабейших. Волк поедает зайца, заяц поедает еще кого-то, человек поедает зайца. Нас тоже кое-кто поедает, просто мы их не видим, но они нас поедают я бы даже сказала с благими целями, это всевозможные клещи, паразиты, от которых все так хотят быстрее избавиться. На самом деле мы носители большого количества различных мелких существ, которые мы не видим простым глазом, но они там тоже подъедают отмершие чешуйки кожи, ну и прочее, прочее. Вот. А когда мы умираем и нас предают земле, нас поедают другие товарищи под землей. Мы служим им кормом. Вот так. И даже корова, которую считают травоядной, вот корова травоядная кушает только травку. А когда корова кушает травку, там сколько в травке животного белка, сколько там всяких мушек, мушек, ползающих насекомых, очень много. А это животный белок, и корова его поедает. Так что этот мир он устроен именно таким образом. Я не считаю, что это какая-то жестокость, это грех, это трупоедение, как любят говорить веганы. Нет, это нормально. Поедание в животном мире, поедание друг друга, это нормально. Я считаю, что это часть, как это правильно называется, забыла слово, ну в общем это часть вот этого круговорота жизни вообще в природе, это нормально. Поэтому я нормально отношусь к поеданию животных продуктов, но главное это не переборщить, потому что на самом деле их много не надо. Есть еще одно такое течение фрукторианства, если вы в курсе, то я одно время думала, что я буду фрукторианцем, это было в 2016 году, когда я первый раз прошла очищение погонян, и там почитала книжку, и послушала других фрукторианцев, и услышала, что здорово, если ты будешь питаться все время только фруктами, то ты никогда не будешь болеть, это будет здоровый организм, и тебе никогда не нужно будет больше очищаться. Я тогда очень обрадовалась, потому что это была моя детская мечта, питаться фруктами, потому что в детстве фруктов как-то немножко не хватало, очевидно, а мне очень они нравились всегда, и я думала, вот, наконец-то я пришла в 53 года, я буду воплощать свою детскую мечту, я буду питаться фруктами. Я начала питаться фруктами, и у меня два месяца было фруктоедение, это было после курса очищения, я была на эйфории, я даже выпустила видео на ютубе, что какое это счастье питаться фруктами, что мясо моего к чёрту, оно мне его не нужно, вот, но потом это всё рухнуло, это рухнуло в один прекрасный день, потому что я почувствовала вот эту непреодолимую, непреодолимое желание животной еды, вот, я не стала ломать себя, я не стала сопротивляться, я не стала себя насиловать, как многие делают, переламывать, терпеть, я пошла и стала есть животную еду, я просто окунулась глубже в этот вопрос, я стала изучать это всё, и я решила, что у меня будет своя точка зрения на это, что животная пища необходима человеку, но в разумных пределах, если её правильно сочетать с правильными продуктами, если есть её в умеренном количестве, если выбирать правильный животный белок, потому что он тоже есть разный, если давать его себе в правильное время дня и только по огромному желанию, чтобы достаточно было и слюны, и соков, и всех желчи, и ферментов для того, чтобы его расщепить, и чтобы там не осталось нерасщеплённых остатков, вот при этих условиях такие животные, еда, она будет приносить только пользу, и ничего плохого от неё не будет, вот, так что я считаю, что все эти течения, из них можно взять просто-напросто какие-то полезные вещи очень хорошие, да, ничего не отвергать, но пропускать всё через своё сито, через своё состояние, а состояние наше, оно тоже меняется из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, мы никогда не пребываем в одном состоянии, да, как невозможно наступить в одну и ту же воду в реке, так и человек, мы всё время живём, у нас идут процессы, мы развиваемся, мы меняемся, и еда наша тоже меняется, еда и у меня меняется на протяжении моих 7 лет, это очень сильные изменения, очень сильные изменения, если сравнить моё питание 2016 и моё питание 2023, это вообще абсолютно разные вещи, но к этому я пришла постепенно, именно благодаря тому, что я не насиловала себя от питания, я постепенно убирала какие-то продукты, я постепенно приходила к тому, чтобы и как бы стремиться к той самой пользе, которую мы всё время хотим извлечь, и в то же время, чтобы эта польза была мне комфортной, чтобы я не наступала себе на горло, и чтобы я жила вот в гармонии сама с собой. Я очень довольна своим сегодняшним состоянием с точки зрения питания. Меня часто спрашивают, ой, ну а как же вот вы себе там, что же совсем даже не позволяете себе там сладенького. Я всегда отвечаю так, что я позволяю себе всё. У меня нет ни одного продукта под запретом, ни одного, я вам клянусь. У меня вообще нет темы запрета. Если я захочу съесть кусок колбасы, я его съем. Вопрос только в том, получу ли я от него удовольствие, и захочу ли я его ещё. Если я захочу съесть кусок торта, или если я буду его вынуждена съесть, да, там, где на каком-то дне рождения, если это очень вкусный торт, я совершенно спокойно его съем, и я не пойду совать два пальца в рот, и я не пойду себе ставить клизму, чтобы от него избавиться. Я поблагодарю этот торт за то, что он был в моей жизни, но я больше не захочу его ни в этот день, ни в следующий, ни через неделю, возможно, даже не через месяц, а потом где-нибудь через полгода может быть, я съем ещё торт. Но это как раз вот та история, когда ты себе ничего не запрещаешь, когда ты себе не наступаешь на горло и не заставляешь себя есть якобы какую-то полезную еду, когда ты живёшь только своими желаниями, здравым разумом и заботой в своей микрофлоре, потому что пока у вас не отважная микрофлора, вы будете на сладкое срываться, у вас будут вот эти вот опозволяете ли вы себе, вот, поэтому работаем над микрофлорой. Конечно, я понимаю, что много вопросов возникнет как, да, а как, а как нормализовывать микрофлору, а как вот это вот питаться, а можно ли, очень много вопросов, и я готова на них отвечать, пожалуйста, у меня есть, что дать, у меня есть очень много каких-то структурированных материалов, облечённых там, где-то книга, где-то курс, где-то марафон, где-то личная консультация, можно много всего предложить человеку в зависимости от того, какая у него, насколько сложна сейчас его ситуация с питанием, и насколько сильно он запутался. Поэтому всё, что вы хотите распутать, все свои узлы застарелые, обращайтесь ко мне в директ и пишите, в чём состоит ваша проблема с питанием, и будем разбираться, как вам помочь. На этом, наверное, всё. Я уложилась как раз в час. И да, вот чем я хочу закончить, когда объясняешь человеку, что такое естественное питание, и получается, что это растения и животные, и вроде как получается, что это дороже, что дешевле купить хлеб и крупу, да, они дешевле, и насытиться именно более долгое время, нежели покупать фрукты, овощи, зелень и хорошие животные продукты, да, дорогую рыбу, может быть, там икру, или печень трески, или какую-то баранину, крольчатину и так далее, хорошие жиры, да, может быть, хорошее масло, да, какое-нибудь дорогое. Да, возможно, на первый взгляд, это кажется, что это более дорогое питание, но если мы сравним последствия, вот то, как мы питаемся естественным образом на естественной еде, что мы становимся здоровым человеком, и у нас нет плохих последствий, а если мы питаемся неправильным, нездоровым образом и сидим на кашах, хлебе и макаронах, мы же получаем, что? Мы получаем болезни, воспаление, а это аптека, а аптека, это еще дороже, чем естественное питание, сами знаете, какие цены в аптеке, поэтому здесь нельзя сравнивать эти вещи, естественное питание может быть более дороже, но последствия у него уж более прекрасные, а у неестественного питания очень тяжелые последствия с очень дорогим исходом на бесконечное поглощение дорогих лекарств, ну, о качестве жизни я просто уже не говорю, так что если уж вы являетесь моими подписчиками моего блога, в котором все про питание, про здоровое питание, про естественное, про очищение организма, про микрофлору, то давайте разбираться в этом, давайте погружаться в это, чтобы никакого насилия над собой не совершать, и чтобы по-настоящему искать свое здоровье, которое, возможно, вы растеряли. Я благодарю вас за внимание и заканчиваю на сегодня свой эфир. Спасибо всем по присутствию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok